вам с миром там видно да хорошо видно меня также слышно хорошо здравствуйте вот такой у меня вопрос вчера вот позавчера точнее ходили на благовестие женой видео вы видели этом сбросил я видел видел две части да ну как ощущение расскажу в принципе может это с паской связано но радость такая на душе была большая люди конечно там штук 20 всего лишь удалось раздать за 40 минут мы ходили в общем 20 раздали в принципе то люди не этот не агрессивные были даже неожиданно не видать не ожидали даже такого ну и вчера вопрос вчера не скинули братья что пакет яровой такой есть который как раз эту деятельность как бы регулирует он направлен то против экстремистов всяких экстремист но для полиции они там не разбираются они там просто по букве просто за это могут привлечь я читал там есть многие пасторы всякие там протестантские и кришнаиты но их штрафуют за это дело и вот расскажите пожалуйста как вообще это можно избежать что можно сделать до чтобы это потому что мы же не экстремисты мы там не какие-то сектанты значит как-то это можно избежать расскажу как у нас было как закон только не приняли несколько часов прошло мне сразу степаненко максим скинул материал смотрите дело серьезное речь могут или арест или до миллиона полтора штрафы в тоже вещи все это ознакомился со всем и думаю еще тут особенного нету конечно помолился на душе спокойно все что нужно по порядку самое первое нужно чтобы вы принадлежали какой-то как нынче они говорят к религиозной организации даже православную церковь они тоже при регистрации называют религиозной организации ну мы православная значит где вы находитесь там есть регистрация подойти к священнику вот тут уже сразу поскольку у нас было в разных местах и на украине не сказать это в разных регионах россии и практически нигде ни один священник не дал ни одной справки вот именно вот он в этой справке должен показать так вот так показать что вы прошли полный курс катехизации там какие-то курсы еще есть и он берет ответственность об этом должен расписаться у нас такая мы сразу же в течение одной недели выдали около 18 разрешения спросили кто хочет ходить благовествовать а у нас благовестия не маленькая было мы раздали только по окрестным местам более наверно 30 тысяч евангелий тысяч это мы не просто так раздавали а в дом и ходили в сам дом не ходили а к дверям у нас община зарегистрирована священник свой у нас вообще нет никакого разговора мы один вопрос и как поставили кому дать справки а на занятиях все были у нас идеальная обстановка и мы в течение недели всех вооружили выдали так на одной стороне откопировали регистрация отдела краевого отдела юстиции мы крестово-зинска общая номер такой-то зарегистрирована согласно законодательства то есть за у нас перерегистрации прошла я уже не знаю три или пять раз было к нам претензий никогда ни в чем не было мы не нарушали мы всегда этого почти во главу угла во главу угла ты чтобы не противоречило евангелию второе государство кесаре стоит на месте стоит мы очень у нас хороший юрист да и там неважное такое дело сразу отпечатали один-то документ у нас есть синей пищатью но другие уже там еще одна эта копия это а второе составили текст а какой текст там где-то есть я бы мог посмотреть сейчас не знаю найду или нет здесь лежит вот текст который показывает да должен быть текст фамилия имя рождения откуда паспортные данные все на той стороне регистрация а в этой что ты к этой организации относишься и подпись священника и подпись руководителя курсов так что мне пришлось везде расписаться вот и весь сказ дальше с собой бери чтобы не мялась в картон и шлю какой-то там бывают такие так в виде документов вот у нас такие корочки твердые не сомнешь и сюда документик но тут фотографии выпали просто и туда этот документ целлофан чтобы дождь будет не замочила все а проверяет да за все время допустим за последние сколько три года проверка была только у одного человека нас уже все знают как говорят как облуплены и мы раздаем евангелие полиция идет а мы в первую очередь ним подходим говорим евангелие вот крупным шрифтом очень удобно считать что такое то они нас знают это мы на новогодние елки вот был крестный ход на иордань на крещение то мы раздали примерно 450 вот таких новых заметок в красном переплете вот таких точно 450 это коробки мы привезли туда и все раздали там был епископ они там стороне на льду а мы здесь ходили легко раздавалось а пришли люди которые как-то что-то маленько цепляются а в городе на елке были люди тоже у нас может быть столько же разошлось и у нас много привозится где-то в общем никакой трудности нету но два первые пункта первое чтобы священник согласился дать справку а он как раз и не дает почему вот именно он вас вот им да он может быть не уверена вообще он то никакой вот как-то показывает есть такой бесстрашный священник свидетельствует по вагонам идет и говорит ну а там еще и нету еще бесстрашно то для нас любая бабушка это делает а для них это уже событие на другое они более ревностные а здесь их не расшевелишь вы решились на это дело хороший должен быть запас и чтобы вы ходили не один один никогда не ходите меньше двух человек чтобы не было хорошо что один снимал все показывали смотрите что за аппарат не схватились как у сергей павловича схватил он и сломал и 30000 улетела ему сказали не снимайте в помещении там какая-то была продажа православная православная как бы но никакие хулиган там схватил и суд подавал бесполезное дело полиция зачем и затевать там был один человек один человек был кинулся но потом успокоился ну надо готова быть к этому что ближе трех метров чтобы никто не подходил и тебя кто-то сзади или где контролировал надо приглядеться у нас как-то это все уже обдумано так все это идет и какие слова сказать это надо глядеть вот вы сказали берите вот это не надо говорить выпасло и не надо становиться там где люди переходят через дорогу им до этого им перейти надо ты стоишь здесь а дойдет на остановке можно где автобуса нет люди стоят ждут а я гляжу дома так это приносит потом сам пошел вы смотрите тут переходу люди бегут торопятся ты в это время с евангелем разве можно так берите там это нет надо обдумать какие слова я например остановился на таких словах у нас есть евангелие сейчас крупным шрифтом удобно считать для православных престарелых а вот и тут и подписи с патриарха люди смотрят кто издал даже полиция кто удобно очень издали вот это его многомиллионными на тираж потому что давно раздаем и во всех регионах и у нас выписывает мы по почте посылаем а кто знает где-то в москве или где там вообще рядом лучше значит не говорить да вот берите бесплатно такие слова лучше не говорить но надо подумать как берите слова берите нет никогда так мы говорим вы хотите чтобы вам подарили евангелие бесплатно бесплатно а дальше остановился мы говорим сразу ему о важности это и о суде божьем о том чтобы знали о чем и что бывает человек там студент или кто-то там можно поговорить особенно когда есть где-то там там с одним уже на своем сидении а бывает перед всем вагоном станешь и говоришь ну тут такое стандартное то нету у нас бумажки но вот это самое главное трудно это священники да не дают справки не дают регистрация у него есть он боится его показать он не знает а что за этим будет то есть они да не верующие боятся боятся вот им в том-то и дело но я попробую у меня то несколько есть знакомых священников я попробую через них этот вопрос чтобы они были знакомы что вы будете говорить не что-то там а так он может так выляпаться и его стукнут и лишат всего что у него есть вот их тоже пытаюсь понять ну кому дать вот у нас даже есть свои ходят и мы еще каждый раз наказываем ни одного лишнего слова так вы хотите получить евангелие как подарок подарок слово даже да да подарок лучше звучит как подарок да ну я упоминаю что по благоценю патриарха а кто берет так я еще скажу помолитесь за патриарха но они уж тут совсем они никакие а знают что патриархи это вроде их прикрывает дискредитация полная авторитета церкви не слушать не хотят и открыто сказать я из патриархии у меня язык не повернется я с одним баптистом говорю тебя спрашивает как ты говоришь что ты баптист я говорю меня бы язык никогда не повернулся назвать ся баптистом это я не знаю что внутри меня это какой-то стыд и стыд такой что сказать даже не смогу да да мы православные православный говорить а патриарх когда его везде пишут там такое то никто не отрицает это было табачный там кирилл или еще что-то часы там эти машины никак не надо мы к ним не прилепляемся мы да ну афишировать это не надо ни на пользу авторитета у церкви никакого минус при том зашкаливает а то тысячелетия раз такой позор может быть церковь вообще никаким авторитетом не пользуется скажешь православным так люди отплевываются попы пьяные давят прохожих давят рабочих на дорогах и опять тут же им опять права дают и все подкуплено дерутся пьяные валяются и срам один у нас господь милует у нас ничего этого нет священник свой не пьет и он нам верит что мы его не не как у нас какая в общем-то небольшая мы 18 дали документов ну так а вот в итоге то ну вот если скорее всего но посмотрим если справку то есть не смогу никакую достать то что делал это вот не справку справка не нужна чтобы он расписался на этом дальше на как а на обратной стороне тут регистрация он должен дать его сфотографировать что именно ваша регистрация в краевом отделе или областном отделе юстиции а на той стороне именно какие вопросы кто чего где и священник расписать туда и печать поставить и печать поставить на каждом поставить синюю печать тут же рядом стоит там копия там и отдел естественно не будет до 10 справок давать то а здесь со свой он может и 20 дать как в итоге если такое не смогу заполучили то что делать таких случаях ничего идти на свой страх и риск теперь все тем более ни за ни на кого не уповаешь один иди ну и вот это что написали по благословению патриархи кирилла это алиби что не свидетели его вы и прочее очень большое и дети еще скажем да мы евангелие раздаем у нас когда подходит что вы делаете тут и документ даже не спрашивает она милиция не знает что нужен этот документ они просто так мы похож на вот патриарх вам подарить они иногда берут сама полиция это но мы им подарим у нас есть что дать мы как-то вот эти какие-то там пертурбации называют где-то что-то делает перерегистрации у нас никогда не было нигде зацепки мы легко и первые проходили всегда это как-то уже бог знает вот когда я завал экзамена был в техникуме как выходишь а какой билет был он стоит и билеты эти откладывать начать его уже не повторится билет 13 и 15 это и наконец остается там билетов 5 ему заходить но по 5 билетам то не подготовиться он понять не может да ему что он учится разве для экзаменов это для тебя нужно а я приходил всегда если экзамен начинается в девять часов то я уже в пять часов сидел на крыльце техникум всегда первый зачем чтобы быстро сдать и скорее на рыбалку мне как про корм никогда на вторую очередь не станется всегда в первую и так я к этому привык и я ничего в этом не вижу не то что я хочу показать просто время нет и сидят там ты зачем я учил учил все билеты до одного любой вытащу я должен ответить на него только на пятерку как эти грузины сдавали там окно открытое они договорились по-грузински мы скажем какой билет от и ответом ходи и пой по грузински то преподаватель даже не узнает еще а вы хотите девушка обнимитесь поют они ходят и поют ответ преподатель то ни одного слова не знает а то сидит записывает ну вот этот пакет мировой он же по сути направлен то вообще против террористов экстремистов а то а проехался получается по даже по православным помощи по всем там тоже задерживают иностранным какой-то приехал я не знаю какая-то страна тайланд что ли у похожего адвентистов или где-то пропадал арестовали и по головной статье до пяти лет а он ничего плохого то не делал он вел какие-то курсы у них ну и как-то узнали кто-то предатель какой-то нашелся ну ни за что где-то православный надо бы радоваться что одного сектанта задавили а я не могу я все примеряю на своей шкуре да как же это так можно да разве же может за это гнать такая была свобода я всегда говорил когда за кафедрой стоял в университетах мы переживаем золотое время такой свободы не было ни одной страны за две тысячи лет а тут помаленьку начали нажимать нажимать в моем мире там убрали эти возможность на десять тысяч человек рассылать тремя нажимами и так и здесь тоже начали ущемлять да молились и поэтому примеру сказать старое время было так я проповедую при вокзальной площади а тут прям рядом поезда бегут то тишина никого нету и бывают почтовые ящики они на такой железной тележки разводят тележка на четырех колесах такая большая много посылок не это ну и кто-то громче говорит слышно я был бы метра два в ростом то а то я ниже ростом то метр семьдесят два подкатили эту тележку становись на нее а я на нее и дальше говорю а кто-то уже побежал милиции сообщил я проповедую в это время слышу меня кто-то запрещал трясет гражданин это же я обернулся о это лапкин ну ладно извините пожалуйста он развернулся и пошел почему я во всех отделах милиции вел уже несколько лет занятия и они меня знали очень хорошо я более приходил с полными рюкзаками продавал библии которых 10 или в 12 раз дешевле церковной то есть мы на сделали канал такой у нас шел привозили люди оправдали только чтобы дорогу кто привозил и вот потому что все к тебе тоже самое возвратится вот ты ты это делал вообще никак раздавать и хлебы семи и восьми и крестьяне говорит через много лет они вернутся один раз приехали за мной а я в этом в тюрьме в тюрьме иду там по камерам а краевой отдел у воды ко мне приехали а я то ли забыл то ли они переменили день но они меня узнали что я в тюрьме и приехал там полито дел полковник полковник приехал могу даже не назвать его фамилию с кларенко и как-то я только из тюрьмы выхожу а волга стоит черная так лапкин у вас заждались у нас прокурор и помпрокуроров со всего края со собранной там начальники милиции нужно чтобы выступили ну коснулись немного экстремизма хотя бы остальное что бог даст привозит меня туда представляет вот наш постоянный занимается с нами и все а я их уже знаю начал я тогда говорить им но я не знаю какой отклик то будет она никогда ничего не скрывал вот я говорю вы говорите экстремист вот смотрите на я перед вами стою вы экстремистов не любите так я экстремист дальше чего со мной сделаете по полный зал 750 человек а чего со мной сделать это и сам улыбаюсь и они еще сделать так вы знаете хотя что означает слова экстремизм то а то человек до совершенства доводящий любое дело вы хотите такими быть начну все экстремисты а кому я буду говорить то против экстремистов то я же не могу против вас я скажу сейчас как правильно экстремисты должны быть а вы воюете тех которые доводят черное дело до совершенства сами себя взрывают и вот однажды на вокзале я стою какой-то мужичок такой задрипанной пупаечки подходит на меня похожий здравствуйте сам веселые руку подает а у нас не принято здороваться ну если он первый тогда можно поздоровался так вы меня не узнали первый раз вижу да нет а вы помните в краевом увд вы говорили учили нас как я все запомнил но маленькой час у меня выходной я выпил маленько так видишь какой я о я как долго это все помню с другими разговаривал вот и все а я знать не знал а он помпрокурора какого-то района там в октябрьского и все запомнилось поэтому сей доброе семя всегда пожнешь что посеял тогда и поэтому говорить никто не поверил я вруна двое если мы не сели стопроцентная гарантия ничего не вырастет а если сеяли ухаживали напополам то ли будет то ли нет господь тоже сказал про это да и у нас на поле также бывает да и обязательно если проповедник где-то и он как старобрядец никогда слова юморного нету это брат очень даже тяжело это тебе ну ты будешь кипеть сказали там насмеялись а ты любую шутку переверни так чтобы она ему показалась хорошей и он сам засмеялся а дальше говорят ну брат ты мой этот новый проповедник с юмором это очень сильно помогает я не как-то на практике говорить должен конечно нужно помощь поддержка говорится команда поддержки кто-то у наших приходят они уже знают они сидят про себя молятся да вот я опытом делюсь как а когда и где-то сам был они меня уже знают во всех отделах они знают 5 отделов у нас в городе дальше 6 это городское общее и краевое и кроме того я отвечаю на вопросы а вот тут тебе уже надо тысячи талантов иметь вот я вижу как вы работаете то другое не заедайся нигде пока у вас идет как следует будут неприятности где-то а ты понимай это слава это господь тебя благословляет слава а когда ты не будешь тогда тебе имя будет не слава и хавод и хавод означает бесчестие а никакой славы тебе не будет ты сначала только сказали подумай никогда не бойся сказать что не знаешь если не знаешь скажут я маленько знаю вот так могу ответить а далее подробно посмотрю у меня есть где спросите и проще а когда человек стоит только победу одержать я ни разу жизни не ставил задачу одержать победу моя задача господь идите и проповедуйте евангелие для свидетельства я верующие я свидетельствую христос умер за нас и воскрес от этого никогда не отходите и тогда благословение будет придешь домой опять на колени поклонами и благодарящий бога а сейчас еще снимать можно оставлять но я иногда их зацеплял вот эта нашивка трехколорно это считается с флаг красно-синяя-белая что такое ни один не знает и я начинаю с ними а кто изобрел сейчас еще дополнительно спрашиваю чат рулетку кто изобрел от этого кто изобрел мобильный телефон не знаете я им объясняю про флаг объясняю подробно и никогда никто ни разу не возле не вас ну не воскурился против меня вот это неправильно ни одного не было почему это правда во вторых она правда которая у него внутри он не знал как выразить вот вчера тоже брат выходил борис на меня и он мне предложил такие говорят что ты горит бисер перед свиньями метаешь там горит бесы вокруг сидят а ты ему раздаешь и это ну я ему сказал что это речь о высоких духовных вещах бисер они самой благой вести благая весть она всем идет вся всей твари бисер метать это значит о но не согласился он сказал что наоборот это вот как раз таки об этом речь потому что они испортят горь потом евангелие он это лично как видел как они портят них грех нам не ляжут грех ляжет допустим просят хлеба а мы дали хлеба ему дали а я работаю убор этим дворником покровском соборе работал но дают иногда люди что-то нищие просит и дают я гляжу это булки хлеба в туалет сортир брошены ему деньги нужны я оттуда багром как-то достаю а что сделаешь еще воробьям отдал одежу там бросает прям в туалет проталкивают доставать трудно было это вот один вопрос я считаю вот нам как тот все так бог заранее устроил и и священник наш и регистрация у нас и отношения в деле юстиции к нам особо какое-то такое они там придешь они стараются поговорить краевой отдел юстиции начальник был маковеев фамилия то маковеев прям библейское название вот валерий иванович полковник был у нас здесь собрание когда было ну понимаешь я говорю но настолько он кроткий смиренный ему только быть верующим и проповедником и он нас знают о встанет то пришел там зайдешь к нему где-то стрелец на базаре так он там женой был и начинает разъяснять еще что-то там по базарным делам вот у нас все как-то так как будто бы какому-то делу час объявлять что-то у нас все передыдущие готовила этот момент и буквально к утру уже точно знали что записать а только опросить кому надо знают что мы занимаемся благовестием максим степаненко сразу заботился о нас спасибо христос вот так так в итоге то вот слова они не метание бисера перед свиньями какое толкование вот ну ты сейчас не знаешь ты-то не знаешь свинья или нет свинья это верующие которые живут греховной жизнью псы это те которые совсем не верят вот а где отдельно и ты их не знаешь они не желают слушать так до свидания сейчас даже в чат рулетки ругаются ну не как а если не говорить как узнать я его не знаю я включил запись а уже не надо ничего дальше по матерки но я стер и уничтожил так теперь мне поговорить об этом нашим знакомым так скажем я вот кое-что написал и он у меня из ума не выходит у нас должна быть встреча там он ни одного вопроса не выслушал когда интервью брал может тогда не по задания просто скажи это ролик вам принадлежит вы запишите а мой мне чтобы не было претензий и задавай спокойно ты он на публику работает ему дали вопрос он их защита такая-то такая-то задал вопрос сейчас он взял там 20000 ему имен пересчитать насколько был он посчитал там понятно 20 тысяч имен до до 20000 имен ему прислали чтобы он там у гроба господня просчитал он просчитал там кажется 30 часа уходит на это никто там не потерпит чтобы стоял и считал буддисты они здорово сделали сделали такая кругля как меленька когда вода идет он идет ее крутит а там эти имена записано а потом сделали на воду поставит она там внутри записи эти имена она крутится водой очень замечательно да то же самое а как они знают не ивана не марио вот я все молюсь о ком я их всех знаю всех встречался там близкие ли были явно дело даже не встречался путине ну я знаю что есть я его вижу и каждый день о нем молюсь о медведеве вот так во всех правителях окружающих россию уж как бог даст как-то уже протоптана дорожка с ней сворачивать не хочется во первых это хорошо и можешь увидеть даже плоды этой молитвы что-то у него было неладно теперь все у него выправилось а ты молился и ты поневоле чувствуешь бог слышит да да но вот если будет разговор такой дайте понять что он у меня не на общих основаниях у меня внутри как будто какая-то надежда что он успокоится хотя бы на сколько-то время на неделю и будем разговаривать не однажды все его вопросы разрешить он сейчас только эти дать где там лайками фу слово то такое погода ну ему надо набирать там за это деньги платят и такой хороший ты там ему говорят столько обольстителя человек ничего еще не знает но тут разбор этого фильма тарова арава это варава то сделал то замечательный да сегодня прослушал все правильно до конца а впереди то когда говорил там налево-направо можно пояснить а тут четко и ясно что это злодейство которое они идут против православия но ответить нужно так дьявол пустил из пасти своей реку за невестой река река вот это разное что пишут говорят все эти крокодилы лезут мы должны согласиться это должно быть так а должно быть так значит должно быть подтверждение священного писания вот я слово такое я уже не говорю но как будто бы так что я как будто прикипел к нему ну так и он меня подкупил чем такую дали лететь есть такая такая песня а он сам мужик она меня за муки полюбила он мучил всю жизнь она меня за муки полюбила но то так и получается я вот смотрю это лететь этого где-то в аэропорту торчать и едет сюда он больше ни с кем не встречался здесь только со мной опять назад полетел я его и спросила было ли такое гранья была я спасла 3300 километров 40000 часа в воздухе и прилететь и он ни по одному вопросу меня не выслушал то до конца потому что я приготовил для вопрос эти прочитал уже в интернете заранее это и думал может их задать так и получилось а он ни одного вопроса не как я отвечаю во свете библия ты ему как раз и не надо ему нужно так сделать так чтобы интересно было слушателям чтобы увидел секта на секта и подобрали студию секта это вообще не встречал никогда такого но на меня это никак не действует опять же и вот это его подарочные часы когда он давал у нее а вы эту смотрели и терю дьявола интервью делал еще не дошел до этого сразу там минут 18 чего тоже все и прослушай просто вообще вот сделали как будто бы действительно это дьявол и какой он совет дает и кто его враг как он реагирует на смерть христа а что что вас ждет будущему вопрос ему задает он сразу нахмурился сидит тот которого я распял он снова придет и он уничтожит меня поэтому моя задача нанести его боль а боль могу нанести только если я совращу погибель тех которые любят его он за каждого страдал и он погибает для меня это самое лучшее вот такие слова говорит видно а вы всегда говорите правду вы же дьявол же отец лжи он сразу что библию читаешь а в одном месте спрашивает а что больше всего неприятно неприятно для меня когда просят прощения когда прощают когда становится на колени библию считает терпеть не могу прям настоящий дьявол откажется в галсту когда он закурил сигару а этот берет интервью у него журналистом какой вы курите он захмелся кто его изобрел то этот табак я его изобрел прикуривает как пальцем ножа у папироса у него в огненной пальце загорелась я уже посмотрел его раз пять кто приходит если я ему показываю на попутно сам и каждый раз нахожу что-то еще более расшифровывающе что делается в жизни да посмотрю обязательно посмотрите прям сразу посмотрите а потом будет когда возможность вы выйдете на нашего знакомого в иерусалиме возвратиться что там будет а что там будет ничего это ему не нужно не нужно совсем я ему сказал вас ударили подвели к смерти причастливе вы заботитесь вы его душе заботитесь да ему это тоже не нужно он как бы думает свое профессиональные свои навыки которые он приобрел за всю жизнь наоборот им он хочет как бы помочь и вам и православию но у него такая цель он ее такой себе поставил а свою душу он наверное думает что ну вот будет время тогда и займусь а вы видите вы сразу на его душу напали чтобы душу его вытащить ему и много сказал он все-таки сказал и на последний кадр помолились то где мы видели а он от квадрокоппер там вызвал то и как он поднялся в воздух и стоять с высоты такой на нас съемку провел ну хорошо фильм поставлены красиво я его себе перекачал и вашу беседу с нашим братом да хороший брат у меня прям сердцем я вспоминаю его до сих пор радуется какой искренний какой простой и здесь вообще у вас вот в этой группе с таких столько простых таких искренних людей они камень никто не держит за пазухой как есть сразу что-то не нравится раз в раз говорят мне это очень нравится еще за пазухой камня нет но относительно это и закончили подойдите к одному священнику который знает другому и я посмотрю сейчас где-то ну вы бы зарядите бланк бланк он прям бланк дается бланк по пакета и рв пакета там какой по другим больше о проповеди и когда увидите там бери его заполняй и чтобы она была на другой стороне регистрации а можно отдельно от регистрации ну две бумажки будет да я начну еще заниматься этим вопросом обязательно вот мы с ездрой будем ходить мы с ним уже ну общаемся и он тоже проявил желание мы вместе будем ходить по этим заниматься этим вопросом надо заняться я все записываю выставляю в интернету не против нет я заранее наперед говорю если звоню то я никогда не против я уже должен сказать у меня было такое что разговаривали все а потом начал воровать и клеветать и все д с этот ну понятно да ну вот по сути то скрывать же всегда нечего если есть что скрывать значит это что-то нечистое конечно а что скрывать наоборот надо сделать шире известно это из а саму и как бы меня и вообще людей самих держит в такое чтобы не заходить за какие-то рамки сегодня я с одним священником говорил я говорю как же так прошло уже теперь восемь с половиной месяцев как мы уехали в 8 будет вот и вы за всю зиму не записали ни одного ролика ни одной беседы ни одного свидетельства ни одного ни одного и даже пасхальное сейчас и не просто не записали освещение был против я посмотрите как служба идет патриарх ведет вот алфеев илари он ведет пастора брящерским книгам такой же у него головной убор все так же с ним сахаров от кирилл помогает а вас ничего нету как это так ну нет ничего никого ни один человек зарытый талант а что стоит когда завеса разодралась на двое завеса разодралась теперь мы все видим что есть в алтаре внутри а помните помните вы я не помню может года три назад вы общались с рок бывшим рок музыкантом да и вы потом сергей козловым вышли на него двоем и стали вот разбирать то что у него татуировки что покаяния настоящего не было помните это а у вас есть вы сейчас связь имеете с ним нет не имел и не имею а его сразу священники давай ласкать там священник берет у него интервью и прочее это все обман ему надо плакать тысячи людей соблазненных они прямо горят один ход и в дамки шустрое больно на освободиться от старой скверны то и все уже учить начинают и не так это если ты там был ты это уже никогда не забудешь и будешь стремиться как бы навык это дать другим ну ладно благодарю за беседу согласен пойти не слышу я согласен пойти на благовеснике да 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 он хороший хороший запомни его наблюдаешь сейчас посылки идут сейчас сегодня посмотрю я же они же вам выслали да они были вот я вам отправлял были в москве уже сейчас посмотрю где на сортировочные так я не бывает там они помещены да я посмотрю отпишу вам ну ладно тогда давай город документы и пойди к священникам по борисе прям сразу так и так батечка такое дело мне дайте такую справку не говори сможете а просто конкретно уже пришел за ней дайте и никакой беды тут не будет и ты на него сильно ты не ссылайся ну да где-то когда если стучится что на него будет нападать ну да 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 все тогда с богом все благодарю подпусть выходит на меня поговорю я да вот